Доброе утро, глубоко уважаемые коллеги! Очень приятно в зале видеть так много заинтересованных людей. Итак, миозит с включениями. По мере накопления опыта проведения лечения чекпоинт-ингибиторами нам все чаще встречаются редкие осложнения. И миозит с включениями как раз такой случай. Миозит с включениями встречается по разным данным от 0,5% до 1% случаев, однако, несмотря на редкость, он может сочетаться с такими тяжелыми осложнениями, как миокардит, миостыния, гравис, и это все сильно увеличивает риски смерти от осложнений. Летальность конкретно от миозита достигает 12%, и это достаточно много. Иммуноопосредственный миозит развивается в начале лечения, в течение первых трех месяцев. Чаще развивается на фоне комбинированной иммунотерапии или на фоне терапии PD-1, PD-L1 ингибиторами, особенно пембролизумабом. Самое важное в диагностике иммуноопосредственного миозита – это обратить внимание на жалобы пациента. Типичная картина иммуноопосредственного миозита – это мышечные боли, стойкая, неприходящая мышечная слабость без утомляемости. В зависимости от того, какие мышцы поражены, могут появляться различные симптомы, такие как птоз, диплопия, дизартрия, дисфония и так далее. Но все-таки самые часто поражающиеся мышцы – это мышцы сгибателя бедра и в целом проксимальные мышцы конечностей. Кроме клинической картины очень важна лабораторная диагностика. В некоторых случаях мы наблюдаем повышение уровня креатинкиназы. Это особенно сопряжено с таким подтипом миопатии, как некротизирующая миопатия. Но в целом отсутствие повышения уровня креатинкиназы не исключает диагноза иммуноопосредственного миозита. Также нужно обращать внимание на повышение печёночных ферментов, особенно при нормальном уровне ГГТП, повышение уровня тропонина Т и Ц реактивного белка. Для иммуноопосредственного миозита не характерно наличие ни миозит-специфических антител, ни антител к антинуклеарному фактору, ни антител к козатилхолиновым рецепторам. И очень специфическим методом диагностики миозита является такой неинвазивный простой метод, как игольчатая электромиография. На электромиокрамах мы можем заметить с помощью неврологов аномальную спонтанную активность или миопатический потенциал двигательной единицы. В случаях, когда это возможно, рекомендовано выполнение морфологической диагностики. По данным биопсии и гистологии мы видим различное сочетание воспалительных и некротических изменений. Кроме того, для диагностики рекомендуется магнитно-резонансная томография, в том числе для выбора оптимального места биопсии мышцы. Особенности миозита с включениями – это очень особенная клиническая картина. Кроме проксимальной мышечной слабости, у таких пациентов развивается дистальная мышечная слабость. Обычно она проявляется в том виде, что пациенты испытывают сложности при застегивании одежды, при удержании мелких предметов в руках. Также есть морфологическая особенность – это специфические амилоидные депозиты. В 2021 году опубликован консенсус по диагностическим критериям установки диагноза иммуно-опосредственной миозит, и они достаточно широкие. Мы видим, что для постановки такого диагноза нам достаточно, например, только типичной клинической картины или только специфических данных электромиографии. Кроме того, даже если пациент не был обследован по каким-то причинам или по данным обследования не подтвердился диагноз миозит, но клиническая картина характерная, мы можем установить этот диагноз. Что касается лечения, конечно, иммуно-опосредственный миозит – это очень редкое осложнение, и у нас нет большого массива данных. Рекомендации по лечению основаны на ретроспективных небольших исследованиях до 20 человек или на серии случаев. Тем не менее, часто эффективной стратегией лечения является назначение глюкокортикостероидов, нам всем известно о преднизолоне в стандартной дозе 1-2 мг на килограмм. Всего 20% пациентов эта стратегия не помогает, тогда требуется назначение внутривенных иммуноглобулинов с или без плазмообменом. Назначение таких иммуносепрессантов, как микофенолатом, афетил и инфлексимаб, также описано в разных клинических случаях. Конечно, и на этапе диагностики, и на этапе лечения мы всегда обращаемся к мультидисциплинарной команде, мы всегда работаем вместе с неврологом и по возможности консультируемся с ревматологом. Перехожу к описанию случаев. Пациент 69 лет, мужчина, который по поводу острого гнойного дакриоцистита неоднократно госпитализировался в ахитомиологические стационары. И в октябре 2022 года ему выполняется операция удаления новообразования глазниц правого глаза. Клинически это очень было похоже действительно на гнойный дакриоцистит. Все были очень удивлены, получив результаты морфологического заключения. Это эпителеоидно-клеточная беспигментная меланома. Пациент был полностью обследован, установлен диагноз меланома слезного мешочка правого глаза, четвертая стадия, с поражением лимфоузлов шеи. Учитывая, что наблюдалось по данным обследования только поражение лимфоузлов, пациенту в январе 2023 года в нашем учреждении выполняется расширенная шейная лимфоденоктомия справа. В 12 лимфоузлах подтверждаются метастазы беспигментной эпителеодно-клеточной меланомы. Молекулярно-генетически отсутствовала мутация в гене-бирав. К сожалению, очень быстро, практически в течение месяца после операции, пациент отметил появление и быстрый рост образования правой глазницы. И уже в феврале 2023 года выполняется контрольное обследование. Мы видим крупное образование 36 на 56 мм по медиальной стенке правой глазницы с признаками местного распространения. По этому поводу пациенту назначается первая линия иммунотерапии. Самый лучший из возможных вариантов это комбинированная иммунотерапия неволумап 1 мг на килограмм плюс эпилемумап 3 мг на килограмм. В процессе комбинированной иммунотерапии у пациента были зарегистрированы частые осложнения. После двух введений сыпь первой степени, с которой мы эффективно справились с помощью мази с глюкокортикостероидами. И после третьего введения пациент поступил с признаками гепатита второй степени. Иммунотерапия была приостановлена. Назначена иммуносупрессивная терапия преднизолоном в дозе 1 мг на килограмм. Достаточно быстро признаки гепатита купированы. Пациент выписан на амбулаторный этап для постепенного снижения дозы глюкокортикостероидов. На фоне приема преднизолона у пациента развилась декомпенсация предсуществующего сахарного диабета. Он был госпитализирован в эндокринологическое отделение. Там была подобрана терапия, инсулинотерапия. И диабет был компенсирован. Тем не менее, после выписки стационара эндокринологического пациент отмечает ухудшение самочувствия. Он планово выполняет контрольное обследование, которое мы запланировали при старте лечения. И мы видим прогрессирование заболевания. Это рост образования в правой глазнице, появление лимфоузлов шеи справа и появление единичного костного метастаза. Пациент продолжает отмечать ухудшение самочувствия. Примерно через неделю после выписки из стационара эндокринологического он уже не может встать кровать. С кровати он сообщает нам по телефону о том, что у него выраженная слабость. Перед нами встает вопрос, с чем связать эту слабость. Все-таки это прогрессирование заболевания, и мы как бы останавливаемся в нашем лечении, или это может быть связано с иммуно-посредственными осложнениями. Мы предпринимаем попытки пациента дообследовать. Он приезжает на МРТ головного мозга для исключения метастатического поражения мозга. Оно исключено, но отмечено множественное образование в костях черепа и позвонках. Пациенту выполняется поиск наиболее часто развивающихся эндокринологических осложнений иммунотерапии. Он сдает все анализы, никаких отклонений не выявлено. Электролит также в норме. Мы отправляем пациента на консультацию к неврологу. Невролог пишет заключение легкий, проксимальный и дистальный тетропорез. Мы подозреваем наличие у пациента миостыни и госпитализируем на наше отделение. При госпитализации на отделение пациент предъявляет очень специфичные, типичные жалобы, типичные для миозита. Это боль в бедрах и голенях, больше справа. Это дискомфорт в правом предплечье, невозможность удерживания предметов пальцами правой руки и невозможность встать самостоятельно из положения сидя. При осмотре обращает на себя внимание отграниченный отек мягких тканей правые в бедра и правой голени. Выполняем УЗИ этой области. Видим массивное скопление жидкости. Выполняем пункцию. По данным цитологического исследования это деструктивные формы лейкоцитов и фибрин. Для исключения или подтверждения диагноза миозита, так как клиническая картина уже есть, назначается магнитно-резонансная томография правой нижней конечности. Мы видим, что мышцы отечны. Мы видим участки атрофических изменений. И очень интересны такие кистозные включения крупные и по бедру, и по голени. Таким образом пациенту устанавливается диагноз иммуно-посредственный миозит. Для исключения связи миозита с миокардитом пациенту выполняется УЗИ сердца и электрокардиография. Изменений не выявлено. Отлично. Несмотря на установленный диагноз у пациента нормальный уровень кретинкеназы и КФКМБ. И в этот момент мы уже получаем амбулаторно сданные анализы. Антител к ацетилхолиновому рецептору и антител к скелетным мышцам не выявлено. Что тоже вполне характерно именно для иммуно-посредственного миозита. Так как пациент еще продолжает принимать глюкокортикостероиды по поводу иммуно-посредственного гепатита, но не в большой дозе, 30 мг. И мы очень боимся усугубления течения сахарного диабета, уже был один эпизод декомпенсации, мы принимаем решение добавления к схеме лечения инфлексимаба. Это оказывается эффективным. Уже через 3 дня пациент, который не мог самостоятельно встать с кровати, ходит по коридору отделения. Также пальпаторно отмечается исчезновение вот этих отграниченных скоплений жидкости на бедре. Выполняем МРТ-контроль и видим, что полостные образования не определяются. Я думаю, это видно. Очень крупные, и тут его нет. И мышечный отек стал поменьше. Тем не менее, несмотря на успешное оккупирование осложнения, пациент отмечает ухудшение самочувствия, снова ухудшение. Теперь оно связано с нарастанием боли в области образования правой глазницы, и нарастание общей слабости. Мы снова повторяем все обследование для исключения эндокринологической иммуно-посредственной токсичности. Там изменений не выявлено. Пациент выполняет ПЭТ-КТ всего тела. Там подтверждается бурное прогрессирование, рост образования правой глазницы, которая распространяется уже в полость носа, в правую скуловую область, и рост конгломерата лимфоузлов шеи. Также отмечено появление множественных метастатических изменений в костях. Пациент госпитализируется в отделении палеоативной помощи, в том числе для подбора противоболевой терапии, однако уже в сентябре 2023 года он погибает. Что мы видим? Во-первых, это крайне редкое заболевание. Меланома слезного мешочка описано порядка 30 случаев во всей мировой практике. И пациент с таким редким заболеванием получил такое редкое осложнение муно-посредственный миозит. Конечно, нам необходимо накапливать опыт лечения таких пациентов, потому что заболевание редкое, и систематизация этих данных может позволить улучшить и алгоритмы диагностики, и, возможно, алгоритмы лечения. Самое важное, мне кажется, то, что такое тяжелое осложнение, как иммуно-посредственный миозит, может быть достаточно просто и эффективно купировано назначением всего лишь глюкокортикостероидов. То есть, если пациент приходит и жалуется на выраженную слабость, не может встать с кровати, онколог обязательно должен быть... онколог обязательно должен в этот момент подумать о редких осложнениях, исключить миозит, который просто лечится, и, возможно, продолжить дальнейшее противоопухолевое лечение. Благодарю за внимание.